Средняя зарплата сотрудника банка по стране 470 долларов, это 35 тысяч рублей. Много-мало, скорее мало, и доступ, которым владеет такой сотрудник с такой зарплатой, конфиденциальной информацией явно не соответствует той сумме, за которую он трудится. Речь о таких данных, как баланс клиента банка, его полные банковские реквизиты, номер телефона, паспортные данные и даже кодовое слово, по которому можно идентифицироваться за имя клиента и подтвердить ту или иную транзакцию. Частенько из-за такой небольшой зарплаты подобные сотрудники пытаются найти себе иную возможную подработку, которая не будет отнимать много времени, которого и так нет из-за 8-12-часовой почти ежедневной работы. И вот тогда такие сотрудники могут совершенно случайно наткнуться на различные сомнительные, но привлекательные объявления с открытыми вакансиями от анонимных авторов на различных ресурсах, в том числе и в синевых формах, и в Даркнете. В них неизвестные личности ищут работников банковских структур для дальнейшей нелегальной совместной работы. Сотруднику по запросу нужно будет пробивать ту самую конфиденциальную информацию о том или ином клиенте банка, в котором он работает, и сообщает ее анонимному заказчику, получая за это денежное вознаграждение. Какую информацию мы оставляем в отделениях популярных банков при открытии счета, взятии кредита и пользовании дополнительных услуг? Каким образом сотрудники пробивают о нас информацию? Зачем это делается и кому именно передается? В каком виде приходит информация о каком-либо клиенте? И самое интересное, сколько зарабатывает такой сотрудник банка в Даркнете? Чтобы разобраться, какие данные о нас снимают сотрудники банка, нужно пойти от обратного и вспомнить, какие данные мы там оставляем. В нынешнее время обычные банковские дебетовые карты можно оформлять дистанционно. Вы заходите на сайт любого интересного вам банка, выбираете понравившийся вариант, вводите там свои паспортные данные, почту и мобильный телефон, подтверждаете заявку и дожидаетесь изготовления пластиковой банковской карты, которую можно будет забрать уже через несколько дней или недель в ближайшем филиале. А некоторые банки привезут ее даже домой. Забирая карту, вы продемонстрируете специалисту свой паспорт для сверки, а также его скан отправится в базу данных банка. Вам выдадут пластиковую карточку с уникальным СВВ-кодом. Сзади вы придумаете пин-код и кодовое слово для дополнительной безопасности. На этом все. Итого, в базу данных банка попадут следующие основные данные о вас. Электронная почта, номер телефона, паспортные данные, которые включают вашу прописку, номер вашего счета и карты статус баланс. Также в ней будут храниться вся история ваших действий, по которым можно сделать выписку и в определенных случаях кодовое слово, которое запрашивает техподдержка банка в случае обращения клиентов для идентификации личности и совершения каких-либо действий, и в некоторых случаях адреса банкомата, в которыми пользуется клиент. СВВ и пин-код вы никому не оставляете, они не хранятся в базе данных банка. При оформлении кредита или пользовании любых дополнительных услуг вам также придется оставить немало собственных данных. Но возникает вопрос, действительно ли самый рядовой сотрудник банка сможет получить доступ ко всей этой конфиденциальной вашей информации, хранящейся в базе данных банка. Самый рядовой нет, а вот в следующий уровень уже имеет возможность работать с такими данными. Речь о специалисте отделения банка, который выполняет операционную работу с физическими лицами, привлекает, консультирует клиентов по всем розничным продуктам и услугам, выполняет плановые показатели по продаже розничных банковских продуктов. В основном это те специалисты, которые сидят в своем окошке за компьютером и общаются с физлицами, которые приходят и берут тикет на обслуживание в совершенно разных вопросах. Именно к такому специалисту присаживаетесь вы, чтобы попросить его перевыпустить карту или совершить какую-либо транзакцию, и даете свой паспорт для идентификации личности. И почти такому же специалисту вы звоните в техподдержку и называете кодовое слово. Во всех этих случаях специалист имеет возможность открыть базу данных и посмотреть все оставленные о вас паспортные и банковские данные. Средняя заработная плата такого специалиста отделения банка по Москве 55 тысяч рублей. Для того, чтобы занять данную вакансию, необходимо поработать консультантом банка полгода-год. А чтобы стать консультантом, особо ничего не нужно. Работа для студентов обучит всему в банке. Если вы вдруг задумались устроиться в банк, чтобы зарабатывать таким же способом, то я очень не рекомендую вам этого делать. Как минимум это незаконно, весь максимум прочувствуете ближе к концу ролика. А если вы вдруг уже занимаетесь чем-то полезным и интересным, то я хочу вам рассказать о незаменимом продукте, который создаст вам дополнительный комфорт, поднимет ваше настроение, снизит раздраженность и увеличит продуктивность. Знакомьтесь, полный размер на беспроводная компьютерная мышь M190 от Logitech. Девайс имеет удобную конструкцию, соответствует естественной форме кисти среднего и большого размера, хорошо подходит для работы как правой, так и левой рукой. Устройство имеет эргономичный дизайн, повторяет естественные изгибы ладони большого размера, а специальные округлые кнопки предназначены для оптимального расположения пальцев. Дополнительная поддержка для кисти обеспечивает комфорт в течение всего дня. Беспроводное подключение на расстоянии до 10 метров позволяет чувствовать комфорт и свободу на вашем рабочем столе. А благодаря технологии Plug & Play устройство сразу готово к работе. Просто подключите USB приемник. Все это по приятной цене от 890 рублей. Все ссылки с подробностями по M190 от Logitech находятся внизу в описании под видео. И вот мы разобрались. Для того, чтобы стать специалистом банка с небольшой для Москвы зарплатой в 55 тысяч рублей и получить доступ ко всей основной информации клиента, злоумышленнику необходимо поработать в течение года консультантом. Можете сами посмотреть вакансии различных банков на HeadHunter. Требования, обязанности и условия везде плюс-минус одинаковые. И вот когда злоумышленник стал банковским специалистом, он отправляется в Даркнет в поисках второго нелегального работодателя, для которого в будущем он будет совершать банковский пробив. Банковский пробив — это противоправная услуга, с помощью которой злоумышленники получают из закрытых баз данных банка личную информацию о конкретном человеке или организации, о его банковских действиях и счете. Естественно, за деньги. Если мы вместе с вами откроем несколько теневых формов, а также зайдем в Даркнет и наберем в основных поисковиках ключевую фразу «банковский пробив», то наткнемся на огромное количество топиков и ресурсов, предлагающих подобную услугу. Цены везде совершенно разные. Кто-то предлагает за 6-7 тысяч рублей получить полный комплект всех данных о человеке, но непонятно в каком формате и так ли это на самом деле. Кто-то готов за такую сумму предоставить только баланс выписки за определенный период и еще просит несколько тысяч рублей за остальные данные. Итого, вполне вероятно, что вы потратите несколько десятков тысяч рублей, чтобы совершить полноценный банковский пробив одного человека. Я решил заказать выписку своего товарища за небольшой период в один месяц за 6 тысяч рублей в Сбербанке. Для этого у меня спросили хоть какие-либо данные помимо ФИО, которые помогут найти человека в базе данных банка. Я сообщил номер телефона, которому, вероятно, привязан Сбербанк Онлайн моего товарища. А уже через 3 дня я получил выписку за месяц со всеми его действиями. Потом решил немного потроллить товарища, называя ему те или иные денежные операции, которые он совершал в последнее время, дабы проверить верность полученных через Даркнет данных. Судя по реакции, все оказалось верным. Итого, чтобы получить полную банковскую информацию о нужном вам человеке, придется потратить от 50 тысяч рублей. За тупиками таких теневых форумов в основном сидят нелегальные бизнесмены, которые не являются сотрудниками банка. Они же находят таких работников, договариваются с ними о цене и продают подобные услуги по различным банкам другим людям с наценкой. Я написал еще нескольким таким авторам в Телеграме, и многие из них имеют ограничения. У кого-то нет возможности пробить физлицо в определенном банке, у кого-то вообще нет сотрудников, кто-то предложил слишком заоблачные цены. Теперь давайте возьмем другой Телеграм-аккаунт и напишем еще нескольким работодателям, только уже не от лица заказчика или покупателя, а от лица сотрудника банка. Мы будем предлагать свою услугу банковского пробива в Сбере, и таким образом узнаем, сколько работодателей готовы заплатить за каждое наше действие. Давайте возьмем случайного работодателя, перейдем в Телеграм и напишем ему. Добрый день, нужен сотрудник Сбербанка в команду? Пробиваю номера карт, счетов, балансы, паспортные данные, номера телефонов, делаю выписки, сообщаю адреса банкоматов и по желанию могу выбить кодовое слово. Привет, нужен, готов сделать тест сегодня. Что за тест? Я впервые в данной сфере. Я тебе пришлю часть данных, по которым нужно пробить человека в течение часа. Ты пришлешь информацию. Если все ок, работаем. Расскажи сначала об условиях и о том, сколько заказов мне придется выполнять в месяц в среднем. Вся инфа после теста. Формат фото. К сожалению, общение с работодателями для меня выходит пока что тяжелым. Они видят во мне какого-то неуверенного чайника, у которого совсем нет опыта, с которым лучше не работать. Давайте брать еще одного работодателя и исправляться. Привет, нужен в команду сотрудник Сбера. Делаю полный банковский пробив по физлицам в формате фото. Готов сделать тест завтра, но сначала хочу услышать все условия. Что бьешь? Пробиваю номера карты, счетов, балансы, паспортные данные, номера телефонов, делаю выписки, сообщаю адреса банкоматов и по желанию могу вывести кодовое слово. Давай делать тест. Условия сначала. Не хочу тратить ни твое, ни свое время. Сколько хочешь. Называй прайс, а там посмотрим. За каждый пункт данных готов платить 3000 рублей. Кодовое слово 6000 рублей. 4000 рублей сделаем. Кодовое слово не так просто. Не сделаем. Окей, остановимся на 3 и 6 тысячах рублей. 3000 рублей за каждую строчку данных и 6000 рублей за кодовое слово. То бишь при полноценном заказе пробива, вся информация о физлицам, умышленник может получить около 24 тысяч рублей. Как часто заказывать будут? По-разному. В среднем в месяц. Один, пять раз. Таким образом, с этого одного работодателя мы можем получать от 3 до 15 тысяч рублей. Написав еще нескольким таким теневым пользователям, я увидел совершенно разные цены. Кто-то предлагал 490 рублей за каждый пункт, но гарантировал от 10 заказов в месяц. Кто-то предлагал 1000 рублей за каждый пункт без гарантии заказов. Итого, сотрудничая с тремя работодателями, злоумышленник может выполнять по 12-25 заказов в месяц, что будет приносить ему дополнительно минимум 10 и максимум 35 тысяч рублей. Нет никаких проблем начать работать с еще несколькими работодателями и контролировать поток заказов, стабильно выполняя 40-60 запросов в месяц. Зарабатывая при этом уже минимум 50 и максимум 85 тысяч рублей. Подводя итоги, я хочу ответить поставленный в заголовке видео вопрос «Сколько в Даркнете зарабатывает сотрудник банка?» По моим математическим подсчетам и проведенному эксперименту в среднем 68 тысяч рублей. В обычный стандартный месяц при работе с несколькими теневыми работодателями. Плюс официальная зарплата московского специалиста банка и того 123 тысячи рублей для Москвы в среднем. Деньги на самом деле очень небольшие, уж точно не оправдывают тот риск, которому подвергается типичный злоумышленник, ведь действия, которые он совершает, являются уголовно наказуемыми. На канале моих друзей проекта НН, где я также выполняю роль участника, вышел ролик «Сколько зарабатывает сотрудник сотовой связи в Даркнете?» Но со своим экспериментом и форматом. Поэтому сейчас рекомендую перейти по подсказкам этого видео или опуститься вниз в описании и перейти по ссылке, чтобы глянуть, сколько зарабатывают недобросовестные сотрудники МТС, Билайн, Мегафон и прочих сотовых операторов. А если вам понравился мой ролик и вы хотите узнать, сколько зарабатывают злоумышленники из других сфер в Даркнете, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно напишите внизу в комментариях свои мысли по изложенному материалу. С вами был Саня Харченко, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»